Строительство водопровода завершат в селе Астаховка, Кырганзинской области. Люди с нетерпением ждали этого события, потому что уже более 30 лет живут без воды. Воду сельчане ведрами носят из родника на окраине села. Леона Жамлеханова с подробностями. Главный вопрос решили в селе Астаховка. Построили водопровод. Эту проблему сельчане поднимали давно. Если молодежь еще может ходить к роднику за водой на окраину села, то пенсионерам приходится сложно. Здесь всего живут около 300 человек, которые уже более 30 лет не пользовались кранами. Жителю Астаховки Амангильды Аринову приходится ходить к роднику каждый день. Ведь за один раз унести большое количество воды пожилому человеку очень сложно. Вот уже 35 лет, как я ношу эту воду. Таскаю. Ну не только я, все жители нашего поселка. Слышим, что будет водопровод. Он уже почти что готов. Можно сказать, на 100% готов. Ну, воду дадут, значит прекрасно. В рамках программы развития регионов работы по строительству водопровода начались в прошлом году. Из бюджета выделили 676 миллионов тенге. По проекту специалисты пробурили скважины, установили необходимое оборудование и провели водопроводные сети по улицам. Алишер Жарганов, представитель отдела строительства, следит за качеством проводимой работы. В 2023 году 80% работ было готово сделано. Проведен водопровод, построены два резюара по 50 кубов. Насосная станция первого подъема, насосная станция второго подъема и 14 километров водопроводных сетей. В целом 99% сел Бухаржрауского района обеспечены питьевой водой. В 2025 году власти обещают довести этот показатель до 100%. Лиана Жамлихан, Васайлау Игликов, Карагандинская область, 24КЗ.